В фондах Государственного архива новейшей истории области хранятся личные дела на всех руководителей края, за исключением первого руководителя области. Лишь пару фотографий и воспоминаний. После многолетних исследований ниточки вывели архивистов на Ульяновское спиртовое дело 1949 года. На некоторых документах до сих пор стоит гриф «Секретно». Как сложилась дальнейшая судьба первого руководителя области, смотрите в нашем материале. Сотрудники архива новейшей истории несколько лет назад натолкнулись на комплекс материалов о расхищении спирта на территории Ульяновской области с 1945 по 1949 года. Они были выявлены в фондах областного комитета ВКПБ. В марте 1949 года был, что называется, положен конец одному из крупнейших коррупционных преступлений в истории Среднего Поволжья 20 века. Среди исследователей оно именуется «Ульяновское спиртовое дело». Собственно говоря, об его объемах говорит тот факт, что общая сумма ущерба, доказанная следствием, составила 65 миллионов рублей. Это огромнейшие на тот момент деньги. А на скамье подсудимых оказалось 111 человек. Причин, которые позволяли похищать спирт, было две. Во-первых, это особенности производства с двумя интересными составляющими. Количество спирта напрямую зависело от качества зерна. А во-вторых, количество спирта напрямую зависело еще и от того сырья, из которого изготавливали спирт. И вот два этих фактора позволяли создавать огромное количество излишков, которые никем не учитывались. Как подчеркнул директор архива «Спиртовое дело», это очень длительная история. Расхищение продукции на спиртзаводах Ульяновской области регистрировалось еще в военное время. В течение 1943-1944 годов только по заводам Вишкаемского и Кузоватовского районов по сговору руководящих работников райпотребсоюза и предприятия было похищено более тысячи декалитров водки. Но определить конкретных виновных лиц не удалось из-за запутанности учета. Никаких уголовных дел возбуждено не было. К сожалению, инфраструктура сельского хозяйства, она не позволяла грамотно сохранять урожай. Проще говоря, всегда старались хлеб-зерно убрать очень быстро, потому что погода все-таки в среднем по Волже непредсказуемая. Но колхозы не имели инфраструктуры для сохранения. То есть крытый ток, ну, собственно, был далеко не у всех. Зерно хранилось под открытым небом. Достаточно было только одного дождика, чтобы оно начинало согреваться. Такое зерно для производства хлеба, для передачи государству в счет госпоставок уже учитываться не могло. Куда его отправляли? Естественно, на спиртзавод. В связи с этим в 40-е годы прошлого столетия свой собственный спиртзавод имелся почти в каждом районе Ульяновской области. Местные и центральные партийные органы были озадачены решением проблемы хищений со спиртзаводов зерна. Хищением способствовало полное отсутствие учета зерна и его охраны на спиртзаводах. Доходило до смешного, а большинство спиртзаводов не имело нормальной ограды. Соответственно, любой мог зайти и взять зерно. Правда, для употребления в пищу оно не всегда было пригодным. В 46-м году впервые органы государственной безопасности зафиксировали факты, когда вдруг в определенных селах, совсем недалеко от спиртзаводов, вот как раз был реализован разбавленный до состояния водки спирт. Произошло несколько задержаний, и вот эту цепочку установили. В 46-м году на почве всего выявленного Ульяновский обком партии принял решение, достаточно пространное, оно называлось, именовалось «О сохранности хлеба на спиртзаводах». Это постановление рекомендовало заведующим утрестам под страхом уголовной ответственности привести в порядок хранение хлеба на предприятиях 1 ноября. Решение бюро исполнено не было, но зато, согласно новому решению, были воздвигнуты заборы, попытались навести порядок в учете. Однако левый серый спирт продолжал ходить по области, и количество его возрастало. Факты выявляли, но до самой сути проблемы никто не желал копнуть. Один из эпизодов спиртового дела в областном центре был связан, как ни странно это звучит, с реставрационными работами дома-музея Владимира Ильича Ленина. Этот знаковый для всей страны памятник ждал ремонта почти 20 лет. И вот, наконец, когда после войны страна восстанавливалась от разрухи, решили восстановить и его. Для ремонта дома-музея Ленина было необходимо 200 литров спирта «Денатурат», который к употреблению не пригоден никак. Его должен был поставить в том числе и Ульяновский спиртозавод. Но так сложилось, что горкому партии и горосполкому тоже было необходимо незначительное количество спирта. По словам директора архива, в 1946 году, применяя махинации с документами с заводов, вместо «Денатурата» на строительные работы в дом-музей привезли пищевой спирт. Позже он плавно перекочевал на застолье работникам горсовета. Этот факт был доказан. Никакими документальными махинациями скрыть этого момента не удалось. Именно как раз с этого шага и началось развитие спиртового дела как коррупционного. И фактически все производство хищения спирта с середины 40-х годов до конца 40-х годов, оно как раз было объединено в одно единое большое производство. Согласно архивным документам, в течение 1946 года по распоряжениям руководителей исполкома горсовета и начальников горжилснаба было получено с заводов 500 литров спирта. За наличный расчет разным лицам было продано более 240 литров. Деньги от продажи осели в карманах ответственных работников. Еще более 220 литров списали на аварийные работы. Всего только за 1946 год в системе исполнительных органов Ульяновска было расхищено 816 литров спирта. Было неоднократное число писем из Центрального комитета партии, из Управления госбезопасности, из органов надзора о том, что в спиртотресте происходят колоссальнейшие хищения, есть теневой оборот спирта. И все это сводится к тому, что просто руководитель действительно не справляется со своими обязанностями. Все письма слетались сюда, в это здание, которое находится на пересечении улиц Андрея Блаженного и переулка Комсомольского. С 1943 года здесь располагался Ульяновский обком партии. Но тем не менее, несмотря на огромное количество таких замечаний, Ульяновский обком партии каждый раз ограничивался либо замечанием, либо выговором. Но руководителя не увольнял. Когда в 1948 году решили действовать жестко, руководителя спиртотреста арестовали, и у него провели обыск. Проживал он, целый руководитель спиртотреста, в одной комнате. У него даже не было отдельной квартиры. И по описи следует, что у него было изъято два костюма, три рубашки. Ну и учитывая, что это были осенние месяцы 1948 года, еще теплая одежда и две пары обуви. Вот, собственно, все. Обман с целью наживы. Такое обвинение было поставлено и вину первому секретарю обкома партии Ивану Николаевичу Терентьеву. 5 марта здесь, в этом здании, прошел пленум Ульяновского обкома партии, где он был за допущение в хищении спиртосодержащей продукции. Он был исключен из партии, снят со своих постов. Впоследствии он город покинул, устроился работать в Куйбышеве, мастером строительного участка, где уже был арестован и впоследствии осужден. Согласно архивным документам, в 1956 году Иван Николаевич Терентьев был полностью реабилитирован и занимался возведением заводов нефтеперерабатывающей промышленности. До конца своих дней работал на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. На пленуме Иван Николаевич Терентьев признался, что и сам, наверное, за все эти годы где-то получил примерно 40 литров спирта. Но у него это было незначительное количество, как установил следствие. Отдельные руководители получали намного больше, даже сотен литров. По словам директора архива, первый секретарь обкома стал заложником ситуации круговой пороги. Говорить о том, что они их куда-то реализовали, не было. То есть все это использовалось для личного потребления, ну, либо, скажем так, для оплаты каких-то услуг по хозяйству, которые они сами не могли произвести. Это вот к вопросу о том, что такое коррупция в годы сталинизму. На фоне постановления ЦК ВКП и расследования коррупционного дела серьезные кадровые потери понесли местные правоохранительные и судебно-следственные органы. 19 марта 1949 года от должности освобожден начальник управления МВД области. Из органов МВД было уволено 56 человек. 9 были привлечены к уголовной ответственности. Потеряли свои должности 83 сотрудника милиции. Однако, несмотря на полную смену руководства Ульяновского спирта Треста и заводов, как говорит директор архива, хищение сырья и продукции продолжали регистрироваться. В 1952 году повторилась аналогичная ситуация. И партийное руководство было снято официально за провалы в сельском хозяйстве. Они официально как раз именно потому, что хищения еще более увеличились. То есть здесь все было завязано не на людях, к сожалению, а вот на той схеме производства спирта, которая и позволяла осуществлять эти махинации. И только в середине 50-х годов прошлого столетия процессы сортировки продукции зерна сделали централизованными, что свело на нет всякие хищения. Редактор субтитров А.Семкин